Все это никуда не делось. И я ей говорю, давай-ка это запишем. Она говорит, нет, нет, это что, лично ничего выставлять. Ой, не записано, я все равно записал. Но мы поговорили, я говорю, что тут вопрос надо решать. Потому что обида большая. И надо этот вопрос, уже придется Наталью вызывать. Игнатия Тихоновича, но сейчас он спит. И не знаю. И тебя. По этому вопросу. Конкретно она считает, что... Я с ней сейчас поговорил. Наталья прокляла, говорит, его сына. То есть вот такие у нее прям слова. Она не знаю, говорит, она прокляла там. И тут еще что-то. Ну, в общем, обижена очень сильно. И вообще это не дело. И она обижена. Я говорю, а ты спросила? Нет, говорит, я не спросила. Я говорю, ты у нее... То есть она согрешила против этого. Ты ей это говорила? Она говорит, я зашла, ее заблокировала. Я ей сказал, как же ты такое могла? И заблокировала. То есть ответа от нее не выслушала. Ничего. И прочее. Ну, она... Рахиль, она импульсивная. Такая эмоциональная. Я ей говорю, не надо ничего писать. Она говорит, нет. Вот. Я говорю, ну, пишите в личку-то. Сейчас просто в Наталью бросят камни все, кто на нее имел. Вот это только из-за этого. И на нее много кто имеет-то. Совершенно не нужно было вот ей тут, Рахиль, это делать сейчас. Я объясняю. Я говорю, не надо никому ничего доказывать. Все, Господь все видит. Все, как говорится, скрытое во мраке, но рано или поздно. Все. Вот тоже скажешь, да. Вот буквально языком чуть-чуть лишнего. И все. Оно никуда не девается. Прямо буквально годами живет. Не, видишь, оно... Ну, понятно, что скажешь. Годами живет. Дело-то не в этом. Дело в том, что... В личке-то никто не выясняет. Ну, в личке-то у нас так принято говорить. Просто в беседе. То есть люди не умеют разговаривать. Не умеют договариваться. Вот-вот. Ну, вот мы когда с Натальей, я же тебе говорила, начали выяснять-то. Я и так, и сяк. Я говорю, ну, не надо. Ты почему, говорю, так мне пишешь-то? Мне это неприятно. Мне там все. Ну, она вот свое. И потом она просто меня заблокировала, и все. То есть я не могла уже дальше. Ну, а как? Потом в этом, в скайпе там началось. Ну, то есть я чувствую, что она обижена на меня. Она это признать не может. Или там, или не хочет. То есть, ну и все. А когда человек не хочет, ты же не можешь с человеком договориться, когда он не хочет, да? Он... Ну, у нас у каждого уже своя правда. И каждый считает себя правым. Ну, это как бы человеческое чисто. Поэтому здесь... Здесь никак. Ну, да, не с Рахилю она, видишь... Ну, вы же сегодня... Ну, вы же сегодня... Как не... Вы все же это, как бы все, что было до этого сказано, выбросили. Ну, как бы все, как не бывшее. На этом было закончено. То есть, что все, как не бывшее. Ну, что-то кто-то сказал, кто-то что-то недопонял, кто-то что-то приобиделся. Ну, может быть такое, в принципе. С учетом... Учитывая, еще же, наверное, большая часть проходила в письменных переписках. Это письменные. Ну, я говорю, это мы с Натальей-то. А они с Рахилей-то, значит, это не доделали. Значит, нужно им с Рахилей еще теперь это выяснить. Все. Тут, видишь, раз цепочки длинные, значит, их надо все раз... Вот именно. Оказывается, что так и есть. Но тут тоже замешано. Поэтому здесь... В данном случае ты замешана напрямую. Конечно, я замешана. Интересно, что... Вообще, не остановить. Я думаю, ну, она, думаю, сейчас выбросила, потом удалит. Нет, смотрю, второй уже выбросила. Такое же. Повторно. Это говорит о том, что внутри есть обида. Потому что... Ну, не контроль, бесконтрольно. Никак и не записать. Я говорю, ну как, запишешь, давай видео. Нет. Нет. То есть, зачем, зачем. Потом... Но это уже говорит о многом. Уже вот этого достаточно понятно. Я вот в словах тех, даже Натальи, я говорю, я вижу три смысла разных. Можно, точнее, три увидеть, три. Которые ты говоришь, и два других, и один вообще безгрешный. Но надо же разобраться, спросить у него, а ты что имела туда в виду? Что ты за это вкладывала? И у нас есть судья, который... Игнатий Тихонович, который этот вопрос может разрешить. Нельзя к нему... Вот это все от того, что не обращаешься к духовному отцу. Не обращаются просто. Вопросом же надо обращаться к нему. И нету обращений. И все, и ошибки такие идут. Нет. Ну, вот мы же... Вот 18 января, который вот Рахиль-то скинул, мы же с Натальей переписывались. Она всю переписку скинула Игнатию Тихоновичу. Ну, как бы без моего ведома. Я не знаю, что она скинула. То есть, какие именно слова. То есть, может быть, мои скинула, там, свои не скинула. Ну, то есть, вот так вот. Это... Ну, я посчитала, что это вообще, как бы... Ну, даже можно сказать, определенная подлость, да? Когда ты человеку не говоришь, а вот так вот. Ну, то есть, если она ко мне вот эти... Кому, смотря кому. Мне кажется, это не действует, если Игнатию Тихоновичу кинуть. Это демо. Я не знаю. Он все-таки общий нас, как, понимаешь, как духовный отец, суперавторитет для нас всех. Это одно дело кому-то скину, другое дело Игнатию скинуть. Это разные вещи. Ну, она должна была же меня предупредить, что она имела в виду. И также выясните еще что-то. Ну, тут я предупреждать-то. А что, если что-то не так сбросил, то да, допустим, ну, не полный, ну, не раскладом там свое там, ну, не выбросил. А когда все, и, пожалуйста, он там судит, что там есть. И он расценил, ничего никому не сказал. Ну, смотри, смотри, она... Я тебе повторяю, что она скинула то, о чем я не знаю. Она же могла неполную переписку скинуть. Ну, я тебе просто предполагаю. Ну, нет таких оснований считать, что неполную. Ну, имеется в виду, не... Ну, какой-то отрезок, понятно, она сбросила какой-то отрез. И он понял только вот как-то однобоко. То есть вторую-то сторону не выслушали. А он что, думаешь, как-то понял однобоко? Ну, не знаете, просто пример перевожу. Ну, вот это, видишь, вот это женское чисто. Ничего нету, а уже конструкция выстроена. Нет, я тебе не про... Ты не понял меня. Я понял, понял. Ты говоришь, что вот так это может быть. Я тебе говорю о том, что она, вот эта наша переписка проходит. Она тут же скидывает Игнать Тихоновича. С какой целью-то? Пожаловаться на меня, что я... С какой целью? Чтобы, если что, он рассудил, он ей сказал, может, она... Или что-то... Он ничего не рассуждал. Мне он... Я тоже сбрасываю постоянно. Мне... Я сразу сбрасываю. Потому что есть вещи, которые я сам не могу разрешить. И такие, которые важны. Во-первых, даже и просто, чтобы он знал. Был в курсе дел. Я не знаю, я тоже так. Я чувствую защиту от этого некоторую. От того, что я ему сбрасываю. А он мне сбрасывает. Между прочим. Так же. Все вот такие, которые переписки касаются. Потому что это как общая для нас. Я не знаю, как вот... Что касается тебя, Натальи. Я вообще как-то общую. У меня вообще такого нет. Там спрашивают. У нас... Ну, вот у женщин, да. Я не знаю, как мужчины там между собой общаются. Женщины. Они же открываются, доверяются. И очень много таких моментов друг о друге узнают. То есть интимных, да, где-то там. Еще что-то. И потом при ссоре это все же, ну, копится. И человек, раз он это имеет, то он не может этим не воспользоваться. Где-то какая-то информация там всплывает. Вот она, видишь, там... Она говорит, год назад это было всего в январе. Там еще что-то. То есть она очень много говорит того, что можно по-другому понять. Ну, поэтому... Самое главное, можно ничего. Это было все вообще избежать вообще на 100%. Замолчать просто и все. Вот, Наталья. Мы тебя не отстанем. У меня эта дочка там проснула всю стенку. Я ее быстро отвела. И тут перебираю до сих пор книги. Что там случилось опять? Ну, ты видел, что там пишет Рахиль, да? Я сейчас на нее выходил. Я говорю, почему ты ей ничего... Да я тебе джаз на нее, пусть она пишет. Да нет, 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 не ты, не ты. Подожди. Не ты. Я говорю, я у нее спрашиваю, почему ты не вышла на Наталью и конкретно не разрешили этот вопрос. Что ты, говорю, не спросила, что ты подразумевала под этими словами? Она говорит, я сказала, вышла, сказала. Как ты такое могла сказать и заблокировала ее? То есть ты не смогла ничего даже оправдаться. Правильно? Ты ей объясняла вообще вот по поводу этого... Чего-нибудь по поводу этого сообщения? Я ее сейчас... Я вообще даже не могу тебе ответить. Это было после крещения. Я приехала самолетом домой. Когда мы были... Когда мы были у Сергея... Ну, я так пошутивала, знаешь, я говорю, ну что, муж хорошо кормит, наверное, много ешь, ты что избыточный вес. Я не знаю, может, она от этого обиделась. А потом она еще общалась с Таней Дмухой, да, Таней Дмухой, это Алексей Дочкой. Подождите, все, все, все. Я вот там не участвую. Я не собираюсь вот эти все перемывать там что-то где-то. Давайте так. Да я сама ничего не могу сказать. Какую цель мы преследуем? Мы преследуем цель примириться братьям и сестрам всем. Всем, кто имеет друг на друга. Поэтому вот Рахиль, у Рахиля вскрылись обиды, да? Может быть, у Натальи какие-то к Рахиле обиды. Рахиль сейчас... У меня нету, я давно ее просила. Еще оттогда еще. Иначе как бы я причащалась. Это неважно. Вот Рахиль должна слышать, не может. Поэтому надо с Рахиле решать. Я ее добавляю, добавляю. Просто не добавляется. Сейчас вырву. Я ее добавляю, потому что... Да тут дело даже... Я не знаю вообще, чем это... Доказательства, во-первых, нету. Потому что у нее было общение с одной Светой из Италии. Дожди. Потом еще с кем-то. Стоп, стоп, стоп. Влечь сейчас это будет... Рахиль, выходи. Да я здесь. Давайте я сейчас... Покажи себя, сестра. Секундочку. Мы не будем вообще говорить о том, говорить о том, что сказать о том, что сказать о том, что эхо идёт. Мы сейчас... Мы сейчас должны... Где-то эхо, да, идёт? Наверное. Звук надо выключить. Рахиль, выключи, пожалуйста, звук. Микрофон у себя на секундочку. Вот вроде нормально стало. У нас задача примириться с братьям и сёстрам. Чтобы примириться. Но они могут долго, да, друг другу претензии высказывать. Но всё-таки вот есть какая-то одна... Вот одна она общая. Вот друг другу одна скажет, и вторая скажет. Не надо ни оправдываться, ничего. Нам надо сказать, всё, что я говорила, ты меня прости. И всё. То есть это вот должно быть искреннее покаяние друг перед другом. Ну и всё. Больше ничего не нужно. Я, например, вообще не запоминаю, когда я чё, где говорил. Потому что и женский язык, это как помело. Оно... Мозг вообще даже не подключается. Оно мелит, мелит, мелит. И ты даже не думаешь, что ты говоришь. Женщина не может просчитать. Она полшага вперёд. Она... Ну, у неё такой организм. Поэтому надо просто сейчас вот... Ну, если есть что-то высказать. Вот, как говорится, очиститься. И принести покаяние, извиниться и всё. Сейчас надо разобраться. Во-первых, этот... Рахиль, вот ты отправил сообщение там, да. Понятно. Вот. Я сейчас буду вот спрашивать. То есть человек один только отвечает, вторая не говорит. Если... То есть когда я показываю крест, тогда всё, надо заканчивать. То есть заканчивает. И начинает, и уже вторая. Я скажу кому. То есть заранее не перебивать друга, обязательно. Пожалуйста, не перебивайте. Я сейчас Наталье вопрос задам. Наталье, ты видела то, что сообщение, какое Рахиль на тебя... То есть выставила, какое сообщение? Она имеет против тебя... Ты, Рахиль, ты... Ты это выставил, ты имеешь против неё конкретно. Ты считаешь, что она согрешила против тебя. Это никуда не деть. Если ты согрешила, то есть мы... Ты так считаешь. Соответственно, мы должны разобраться. То есть в чём согрешила. И ты должна сказать, так ли, как Серахов говорит, говорил ли я это. Вот в данном случае, Наталья, что она сбросила, ты это говорила? Писала это? Наталья, ты писала то, что было написано, что сбросила Рахиль? Я говорю только про саму писанину, не про смысл ещё. Я писала. Я вообще не знаю, как оказалось это сообщение у неё, когда это вообще лишняя переписка с нашей сестрой Еленой. То есть ты писала Елене это? Да. Елена. А как у неё она оказалась, Елена? Да, у Рахиль оказалось это сообщение, я не знаю, как она его... Нет, Елена, я спрашиваю. Елена, как это оказалось у неё? Рахиль у меня спрашивала, что тебе Наталья говорила. Я ей скину, я говорю, вот так. То есть Рахиль не поверила, что Наталья говорила что-то. Вот, я говорю, ну вот так вот. Я в доказательстве собрала. Ну, это наш, как сказать, личное было. Ну, а что там плохого в этом сообщении написала? Есть вся переписка у Игнатия Тихо. Не, не, подожди, я ещё не говорил, сейчас слово Елена было. То есть ты сбросила, да? Вы с Рахиль переписывали, вы общались? Она спросила, как? Я ей скину, я говорю, ну вот так вот. Ну, я не подумала, что там Рахиль-то написано. Там несколько сообщений было. Там сообщений пять. Ну, а ты думала то, что приведёт это к чему? Нет, конечно. Ну, как, нет, конечно. Это личная переписка. Ну, как, нет. Ну, вот, допустим, я знаю Рахиль, да, вот насколько я её знаю. Я знаю, как такое она воспримет. Ты могла бы подумать о том, чтобы она так воспримет, и она может обидеться, Наталья. Могла вообще об этом подумать? Ну, я могла подумать, но... Ну, не подумала об этом. Я ещё раз, когда было несколько сообщений, я их скинула все вместе. Можно было не скидывать. Наталья, ты когда говорил, ты вот это сообщение, что ты подразумевала под то, когда ты упоминала Рахиль и его ребёнка? Её ребёнка, которого она на тот момент потеряла, она плакала, ей это тяжело было, действительно. Ты что подразумевала, когда это говорила? Ну, там есть вся переписка, там вообще у нас совсем другая тема. Я просто говорю, что не делай такого, потому что Господь может за такие слова, которые ты говоришь, вообще невинно против, обвиняет меня. Потом я ей говорю, я её представляю. Чтоб с тобой не случилось, как с сыном Рахиль. Я не говорю уж там проклинали. Там вообще такого смысла нет. Там же есть вся переписка, можешь её прочитать. Там смысл совсем другой. Там не о проклятии, не о том, что... Ну да, там несколько сообщений, где Наталья желает мне плакать, плакать и плакать. Я говорю, будешь плакать? Что я буду, да. Я об этом говорила сегодня днём. Ну не о проклятии, не там, не о проклятии. Ты согласна, Елена, что там нет ничего о ней о проклятии, ни о чём? То есть она не подразумевала? Я сказала типа проклятия, но не проклятия, а же пожелания мне плохого. Ну там беседе. Человек, когда желает плохого, это называют... Ну как бы по-бабски так проклинает, да? Ну проклинает это желание, пожелание плохого. Ну вот плохое, это в чём? То есть, допустим, можно... Именно это слово проклинает. А когда я тебе желаю плохого, значит я уже посылу-то, да? Проклинаешь. Ну то есть ты считаешь, что она желала тебе плохого, да, Наталья? Наталья. Это же не одно сообщение было, это было несколько сообщений, в которых она говорит, ты будешь плакать, плакать и плакать. Ну буду плакать. Понятно. Ну вот согласна же, то, что можно, когда ты говоришь, ты будешь то-то, то-то, это может быть желание, да, такого. То есть ты будешь, как бы, это значит, ты будешь, там, с тобой такое-то произойдёт, как какая-то колдунья какая-то говорит. Или можно сказать то, что ты будешь, если ты от этого не отстанешь. По закону определённый, по духовным законам, с тобой вот это может случиться. И случится даже, допустим, если человек... Мы знаем, вот как говорит Игнатий Тихонович, вот он посмеялся там, да, и Бога упоминает Задорнов. И он ему говорит, ему за это Бог не оставит без наказания. Он его проклинал или нет? Нет, он ему констатировал просто, что вот так-то и так-то. И если могло быть такое, что Наталья тебе говорила именно в таком смысле, ты об этом подумала? Что она видела, что ты не права по отношению к неё, и в отношении тебя она говорила, что если ты будешь так продолжать, то ты будешь плакать у тебя, то есть Бог будет тебя вразумлять. То есть это такой смысл является ли зло желанием-то? Я это же всю переписку, я же всё это в голове прокручивала, что она сказала, что я сказала, что она могла иметь в виду, что я могла иметь в виду. И поэтому я ещё раз говорю, у меня нет ни обиды, ничего. Но опять же, всё равно люди же, как сказать, на чьей-то стороне всё время оказываются. И я, наверное, в своём всё оправдаться же пытаемся. Я говорю, ну вот. Я ещё подумала, думаю, может, я не права. Я как бы когда копировала, думаю, может быть, я нету. Может, вот Рахиль, как женщина со стороны, женщина мудрая, она, может быть, мне покажет, скажет, а тут ничего и нету. Как вот ты скидываешь Игнать Тихоновичу, так я, Рахиль, как мудрой женщине, скинула вот эти фразы, и она скажет, да тут вообще ничего нету. Я бы сказала, да, действительно, что-то я... Ну, то есть это же бывает, когда человек неправильно думает, а ему со стороны говорят, да там нет ничего. Там обычные фразы. И Рахиль мне очень часто говорит, ой, Лен, ты что-то неправильно вообще. Я говорю, ой, ну да, что-то. Мы же... Ну а как? Мы советуемся со старшими. Ну вот интересно, что Игнатий Тихонович, ты видел эту переписку, и Наталья ему сбрасывала. Наталья, ты сбрасывала? Я все... Он что-то отвечал по этому поводу? Я сбрасывал Игнатию Тихоновичу. Он что-то... Ты все сбрасывал? Я просила только одно, чтобы Игнатий Тихонович позвонил ей, чтобы она получила перевод и все. Потому что у нас локдаун, все закрыто, перевод висит. Я его не могу пойти отправить, опять и ходить за ним. Или сестру гонять туда-сюда, потому что я сижу дома с детьми. Я не могу бегать туда-сюда. У нее машина есть, а у меня машина нет. Это уже лишнее, это уже лишнее. Насчет перевода. Я Наталье сказала, перевод должен был осуществлен из Германии в Белоруссию, причем здесь Россия. Я говорю, пошли напрямую в Белоруссию, это дешевле будет. Она говорит, давай я тебе. Я говорю, зачем мне это? Пошли в Белоруссию напрямую. Наталья, вот погорельцы были. Я говорю, не надо мне посылать. А она просто молча взяла и скидывает мне вот эту вот картинку с номером перевода. Я говорю, ты что делаешь? Ты зачем это делаешь? Я же тебе не разрешила. То есть Наталья говорит, ты вообще молчи, не задавая вопросов. Иди получай перевод и переводи. То есть, ну, в приказном тоне уже. Ну, зачем? Ладно, сейчас этот вопрос не будем поднимать. Давай потому. Ты пересылала, Наталья? Пересылала, Наталья, этот, Игнать Тихонович все сообщения, которые вы переписывались? Я? Да, ему переслала. Да, ты пересылала все, вот подряд, имеется в виду, не так что-то, им отдельно что-то, или там что-то свое молчать. Он что-то по комментарии какого-то по этому удавал поводу тебе? Да нет, я не хотела никаких комментариев, просила просто, чтобы он позвонил и сказал, чтобы она пошла, и все. Тут вообще совсем другое дело, я не хочу сейчас это понимать и обсуждать. И второе, вот сестра говорит, что... Сейчас, сейчас, это понятно, сейчас это вопрос, это я знаю, что он непонятен. Такая, сейчас мы выйдем на эти вопросы, на уже конкретно. Ну, то есть, ты видела, что... Елена видела, что Наталья куда-то не туда идет, ну, что-то с ней не то. То есть, ты сбрасывала Рахиль, получается, да, какие-то... Нет, Рахиль не... Ну, то есть, проверяла, то есть, проверяла, ты ли правильно все так понимаешь, или... Ну, то есть, что с ней происходит. А я спросила, а что тебе там Наталья писала-то? Вроде все нормально, все хорошо, Наталья, ну, у них с Натальей нормальные отношения там уже были. Рахиль засомневалась. Я говорю, ну, я думаю, может, действительно не так. Я эти сообщения скопировала, ей скинула. Молча просто, я ничего не говорю. Ну, и все. Рахиль ничего и не сказала мне. Отношения испортились с этого момента уже до сих пор полгода как. В том-то весь вопрос. Но вот почему, никогда не задали, почему Игнатий Тихонович по поводу Натальи не беспокоится? И по поводу Елены особо, то есть, нет никакого беспокойства? Ну, не беспокоится и все. Нету, что в погибели какой-то находится или там в прелести или еще в чем-то. Почему у Игнатия нету этого вопроса по этому поводу? Конечно, у Игнатия Тихоновича спроси. Ну, вот именно. Нет, но это тоже, это уже тоже факт есть определенный по поводу этого. Ну, вот, Рахиль, смотри, ты выслушала. Ты выслушала. Конкретно говорит Наталья, она говорит, я ничего этого не подразумевала, то, что никакого проклятия не желала. Она говорила в конкретном смысле это, в том, что вот я сейчас объяснил. То, что ждет, если человек делает... Второй, Вячеслав, то, что ты сказал, вот это правильно. Духовный смысл. Да, смысл тут духовный, она имела в виду, не тот, который вот ты подразумевал, на который ты обиделась. Ты можешь это принять, Рахиль? Сестра дорогая. Микрофон. Можно я тебе расскажу? Ну, скажи, давай, конечно. После того, как случилась между нами размолвка, Наталья, я тебя заблокировала, помнишь? Все, я с тех пор, я молюсь о тебе, каждое утро, говорю, Господи, дай мне любви к ней, дай мне любви к ней. И у тебя вроде, смотрю, ты пишешь, это под мои комментарии, это, сердечки ставишь. Да потому что у меня нету злопамятства. Смотри, у тебя нет злопамятства, а ты Елене такое написала. Ты как, Рахиль, плачет, ты будешь плакать. Вот я что увидела в этом. Рахиль плакала, когда сына... Оклеветала, я никого не оклеветала. Ты меня оклеветала. А я ни с кем об этом не говорила. Я тебе позвонила, я говорю, Наталья, ты зачем вот так вот так говоришь? У тебя и муж там рядом был, помнишь? Я вообще не понимаю, о чем оклеветала и о чем. Ты сестра с кем-то разговаривала, я вообще не знаю, о чем и про что, и кто тебе что сказал. И в итоге ты мне звонишь пять минут, орешь на меня, муж, муж, ты рядом. И говорят, я еретичка, ты еретичка, Игнатий Тихонович еретик. Я вообще ничего не понимаю, о чем ты говоришь, я не понимаю тебя. Подожди, ладно, нет, оклеветала такого слова же, Рахиль, она же нигде не говорила, что ты оклеветала, что она оклеветала как-то, или из-за того, что ты оклеветала, с тобой это произошло. Это такое было сказано, нет? Я на тебе, у меня такого в лексиконе нет слова. Я тебе такого не говорила, и тем более про Игнатий Тихонович. Ты что выдумываешь? Вот ты сейчас сама лжешь, вот ты сама сейчас лжешь. Вот выкручивается она, Вячеслав, я говорили она. Она мне перебивает без конца, я молчала. Все, 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 Рахиль, давай, ты скажи, но только смотри. Рахиль, ты говоришь, что ты никогда не говорила такого. Я про Игнатия Тихоновича такого не говорила. Все, все, вопрос закрыт, про Игнатия Тихоновича не говорила. Все, давай, не говорила, Наталья. Она не говорила, и больше, если как-то, может, что-то сказала, или не говорила, просто забудем, этого не было. Может, она что-то погорячилась, и что-то, может, и послышалась. Послышал тебе, и все. Другой вопрос, что ты про Наталью говорила, что ты еретичка. Зачем ты, Игнатий Тихночев, везде суешь? Нет, нет, Рахиль, ты говорила ли про Наталью такое, что она еретичка? Нет, никогда такое у меня, Богом клянусь, нельзя клясться, но я под Богом хожу, у меня есть страх Божий, а у Натальи страха Божия нету, нету совершенно. Рахиль, Рахиль, клясться не надо, понятное дело. Что? Наталья? Так нельзя делать. Ты можешь про то, что сказать, что она не говорила? Ты можешь про меня, и я про себя тогда тебе говорила, потому что... Все, 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 подожди, сейчас скажет Рахиль до конца, потому что тут уже все, надо все рассказать. Мне люди стали говорить, почему она вас так ненавидит, я говорю, не знаю, а я ее в гости зову, а она меня ненавидит. Рахиль, все, каких людей ты слушаешь-то, зачем ты кого-то слушаешь, кто что говорит о тебе? Зачем ты тут? Теперь вот она, моя сестра, духовная, и она говорит, что я ей сказал, что я она, Ретичка, и Игнатий Тихонович, ну вот этого нельзя придумывать. Ну, Елена, ну давай, тебе слово. Я не знаю тут, потому что, видишь, куда идет? Я еще раз говорю, женщины, когда начинают говорить, они уже не могут уследить ни за эмоциями, ни за чем, она не может управлять эмоциями, поэтому здесь только надо покаяться, все, как вот сегодня яка не бывший, покаяться, попросить прощения, но только искренне. Да, мы все ошибаемся, я ошибаюсь, да, вот, признать, что я, может быть, где-то ошиблась, ну, хоть как, вот, и все, и попросить искренне прощения, больше никак. Потому что вот это можно выяснять, а ты сказала, ты сказала, ты вот это, бесконечно. Понимаешь, вот такое дело, вот сейчас мы, да, так будет, а потом там у него человек останется. Меня имела суд и писала Леной об этом, зачем ты меня трогала в вашей переписке, в вашей, в твоей злобной переписке, зачем ты меня задела? Ты чего меня так ненавидишь? Рахиль, Лешка, Рахиль, ну, как же ты такое говоришь, что даже, что, ну, тебя задели, ну, задели тебя, ну, и что теперь, ну, что ты от этого потеряла? Как это вообще тебя может трудно? Зачем, незачем? Тут получается, что у Натальи тоже обида на Рахиль, она ее вспомнила, то зачем, действительно? Это по-христиански, Вячеслав. Почему она, вячеславе, я с ней писала? А разве по-христиански сейчас? Она обо мне пишет. Ты обо мне зачем ей писала? Давай, Наталья, скажи. Рахиль плакала? Стой, 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 Рахиль, все, все. Слово Натальи сейчас. Давай. Вот я не соглашусь с сестрой Еленой со словами, женщина не знает, не следит за своим языком. Я, во-первых, помню всегда, что я говорю, и потом это осмысливаю. Во-вторых, я у нее прощения просить не буду. А в-третьих, мне не за что, меня совесть за это не судит. А в-четвертых, если она сама не помнит и клянется, и божится тут, я о чем могу сказать? Припоминаются слова апостола Павла. Не лучше ли вам оставаться обиженным? Вот и все. А почему обида, значит, напомнила о чем-то? Это обида, что ли? А вы говорите? Скажи ей. Исповедуй. Что, в этом писании нету? Если обида, значит, не надо ничего говорить. Если она не помнит, что вчера она говорила, я что могу ей сказать? Вопрос. Я хорошо помню, у меня память хорошая на людей и на слух. Вопрос. Вопрос. Давай. Наталья, вопрос. Наталья, арахиль тоже нерожденная свыше? Нет, отклоняется вопрос. Я не собираюсь отвечать. Отклоняется этот вопрос, не отвечает этот вопрос. Рожденная, нерожденная свыше? Тут о том судить сейчас мы никто не водит. В этом чате написано, что она всех клеймит, что вот это нерожденная, у нее комплекс нерождения свыше. Да, сестра, ты со мной не живешь, ты не знаешь меня. Ты ко мне в дом не ходишь. Во-первых. Во-вторых, ты никогда меня к себе в гости не звала, и я тебе не обещала себе ходить, ездить в гости. Ну, что такое говоришь, я не понимаю. Рахиль, я сейчас по тебе только скажу. Потому что смотри. И фрукты, я тебе говорю, приезжайте с детьми к нам, и вы здесь будете есть настоящие фрукты. Два разных языка идет. Ты забыла? Рахиль, Рахиль. А я сейчас не помню. Сейчас я отключу просто звук. Сейчас отключу звук у всех. Рахиль, смотри. По поводу того, что ты конкретно выставила, она тебе выставила вот это, по проклятию. Там ничего не было такого. Ты вот это можешь одно принять? Вот то, что там не было, вот конкретно в этих словах, ее не было проклятий в отношении тебя никакого. Вот это хотя бы одно. Вот сейчас отвечай, говори. Ну, ты же слышал, что, как она написала, и Елене написала, что ты будешь плакать, как Рахиль. Нет, нет. Это не проклятие. Я же тебе сказал, в духовном смысле, то, что плакать за свои... То есть, если ты где-то ошибаешься, если ты делаешь, что ты идешь против Бога, Бог так делает, что человек плакит. Ты тоже без конца плачешь. Ну, она говорит, я, Игорь, ты это имел в виду. То есть, ты будешь говорить, нет, ты другое что-то имела в виду? Убеждать ее в этом, что ли? Так ведь не делается. Надо сразу отступить. Она не та, что она себя показывает. На самом деле она совсем другая. Понимаешь мысль. Человек говорит, прям, мы должны принимать. Если мы как христиане, так и говорится. Ну, допустим, кто-то что-то забыл. И так и оставить. Ну, все, человек забыл. Вот, Наталья, она то, что тебе говорила, забыла, допустим, ты считаешь. Ну, и забыла, и все, теперь вопрос закрытся этим. Забыла она. Если что, и говорил, может, забыла. А может, никак этот вопрос сейчас не разрешить. Вообще невозможно его. В данном случае. Рахиль, ты вот сейчас божица начала, правильно? Начала клясться. Ну, тебя же это подвигло что-то на это. То есть, очень важно, получается, для тебя. Очень важно для меня. Все, что я говорю, все правда. Это детей касается все. Тема детей, она уже самая болезненная. И все. На больной самому давили. Ну, нет. Видишь, в чем дело. Тут даже невозможно подступить. Вот, допустим, в данном случае Наталья. Она говорит, я ни в чем виновата. Она, может быть, действительно ни в чем не виновата в данном случае. В плане, ничего не говорила такого, что Рахиль ни в каком случае не хочет слушать даже то, что не хочет слышать даже то, что она имела что-то другое в виду. Никуда. Как здесь такой вопрос? Здесь только к Игнатию Тихоновичу уже обращаться. Если, допустим, Игнатий Тихонович в данном случае рассудит определенным образом, вы готовы все как-то принять его позицию? Вот если он скажет конкретно, вот так и так вам поступать в данном случае. То есть, кто прав, кто не прав. И вы эту позицию примете? Ты сейчас, в данном случае, вот, пытаешься оправдать Наталью, да? А Наталья говорит, я ни в чем не виновата и просить прощения не буду и так далее. А ты ее еще и оправдываешь. Ну, то есть... Я ее оправдываю в том, в конкретном случае. Ты же не знаешь, ты же не знаешь, что не надо как бы вставать ничего. Здесь конкретно, все мы не можем подумать даже о том, что она вкладывала то, что вот вложили, вот вложила непосредственно Рахиль. Даже вот здравый рассудок христианский не может об этом подумать. Она обвинила меня, что я обзывала ее эритичкой и Игнатия Тихоновича. И она что, хочет настроить Игнатия Тихоновича? По которому был поднят в чате. Поэтому вопрос... Мне страха Божия нету. У нее девочки растут, сынок растет. А как она не боится Бога? Наталья, давай говори. Я вот смотрю, Наталья, на твои ролики, ты выдумываешь... Говори, Наталья. У тебя микрофон выключен. Иоанн Затаул что говорит? Что говорит? Вот по такому поводу. Когда такое случается. Говори, что говорит. Как бы ни говорит, поблагодари его. Отлично. Вышло оно, все. Похоже, вылетело. Видишь, все равно как-то... Правду тут сразу вылезло очень много чего. То есть обида никуда не делится. То есть никуда она, все. Просто она как была, так и осталась. И ничего не сделаешь. Самое главное. Она сразу сказала, я не буду перед ней извиняться. Рахиль. Перестань. Перестань. Вообще вот все это кто, что сказал. Нас вообще не должно никак касаться. Единственное, о чем. Это мы друг о друге должны молиться. Ну, видишь ты согрешающего брата, сестру. И они всю дорогу. Ну, и все. Чтобы Господь дал ей действительно рождение свыше. Потому что нет у нее рождения свыше. Нет. Рожденный свыше не грешит. А она грешит. Вот сейчас тут же выдумывает. Нельзя так. У меня нет времени разбираться, чего рассматриваться и доказывать. А в чате вот в руки. Я не хочу доказывать ничего. Все, все, все. Я благодарю всех вас. Вообще, светлая семьямица. Весь пост на Богу был хорошо. И сестра Рахиль, если ты обижена и вообще на меня или на кого-то, ты прости меня, Христа ради. Я тебя прошу. Ты только не обижайся. Ты даже не знаешь, что ты говоришь вообще. Ты не знаешь, что ты говоришь, ты понимаешь? Ты зачем придумала вот это все, Рахиль? Тебе столько лет. Уже правда, Россия. Ну, ты говоришь такое, что у меня, я не знаю. Да я прошу всех прощения, мне не надо. Я не могу и тебе даже на исповедь, когда вот такое творится. Это ужас просто. Такое говорит. Ты вообще что говоришь, ты даже не знаешь. Ой, здрасте, Господи. Такое говорите, клятся и божися. Ты вообще что говоришь, ты Бога боишься? Это мусульманки так делают. Это ветхая природа, ветхие евы-то так говорят. Ты что говоришь? Я слежу за своим языком. И я каждый день дома, вечером на молитве, я думаю о том, что я говорю. Как я сказала? Я каждый день читаю Слово Божие. Что ты говоришь вообще? Ты почитай книги Игнатия Тихоновича. Или они у тебя стоят и дымятся на полке, что ли? Еретиком меня назвала. Да я у еретиков не сидела и не была вообще. Ты придумываешь. Да я знаю, кто тебя надоумил. Это сестры, которые они есть, у нас нету в чате и содружестве, и сообществе. До сих пор они не общаются. И одно мое слово их раздражает сразу, потому что душевные-то люди, а не духовные. И рождённые свыше, да. На этом всё и заканчивается. Что все мёртвые, у нас рождённых никого нет. Почему? Мы обрекаем друг друга на... Духовный, когда он думает... На отечественном буте. Душевный. Что все мертвецы вокруг, все они... Ну, а смертвет, значит, в аду будет. Вот, и всё. То есть вот этим все заканчиваются. Понимаешь, Вячеслав, в чём корень-то? Корень вот в этом слове, которое... Оно везде и всюду. Это рождение, свыше рождение, свыше рождение, свыше... Вячеслав, заканчивай ролик, потому что... Давайте помолимся сейчас. Сейчас я договорю. Давайте помолимся. Я договорю. И я ещё раз спрашиваю, Рахиль. Ты до сих пор обиделась на меня? Ну, ты прощаешь меня? Сейчас. Или так и будет? Подожди. Рахиль, включи микрофон. Я тебя спрашиваю. Зачем ты написала вот это тогда? Включи микрофон. Наталья, Наталья, включи микрофон. Наталья, включи микрофон. Там сообщение, есть целая переписка. Там вообще нету этого смысла. И там вообще восклицательный знак даже не стоит. Чтоб тебе было так и так и то и то. Нету там такого. Я ещё раз спрашиваю. Ты ещё раз обижаешься на меня? Нет, я на тебя не обижаюсь. Как я могу на тебя обижаться? Ты сама не знаешь, как ты делаешься. Ты клянёшься и божишься. Это мой муж так делает. Когда он лжёт и хочет мне доказать, что я твоим прав, он клянётся и божишься. Я тюрьманин. Ладно, подожди. Это всё уже за ней. Она сама за это ответит. Ты уже за это не говори, Наталья. Ты говоришь и говоришь, пеняешь мне. Вино мне ставишь. Рахиль, она просит у тебя прощения. Ты можешь принять это вообще как-нибудь? Хоть как-то, а? Ну, чтобы этот вопрос больше никогда не поднимать. То есть вопрос, как не бывший, его можно закрыть? Ты сможешь это сделать? Я смогу. Я смогла же, вот два года я ничего-ничего не имела. И молилась о ней. Нет, навсегда. Да, вообще, навсегда. Как будто не бывший. Можешь это сделать? Не бывший. Закрыть просто этот вопрос. Навсегда. Как не бывший? Ну, вот, допустим, чтобы вы, допустим, приехали, как ты обратно его приглашала к себе, чтобы вы там поели там фрукты. Так же, как будто ничего не было. Ты сможешь это сделать? Нет. Не можешь. Ну, хотя бы на словах. Я могу подтвердить, что Рахиль действительно, она, это, как сказать, про Наталью, она старалась говорить только хорошее и старалась ничего не вспоминать. Она говорит, я не хочу ничего вспоминать, все, забыла. Ну, мы же все разные как бы. И она... Всегда списывай это на молодость. Ну, да, мы на что-то списываем. Я это подтверждаю. Я подтверждаю это, что она, вот как она говорит, полюбить Наталью, да, молилась. Может быть, и вот эта вот молитва ей дала то, что она о Наталье хорошо всегда отзывалась. Вот они, платочки Рахилины, конечно. Вот. У меня дети до сих пор помнят о тебе хорошие. Я всем говорю хорошие. И я не разношу сообщения одной сестры и другой сестры. Есть во второзаконе, и так говорит Господь, не будьте разносчиком тайн. Конечно, мы только, Игнатий, больше не разносим. Посмотри, вот, до сих пор мы всех благодаря. И молятся. Я в каждый день молюсь о всех. И знаю нужды братьев и сестер. Никак. Это духовное родство. Это не то, что я имею злобу или что. Давайте помолимся. Я поблагодарю Господа. Или ты, Вячеслав? Потому что я не могу долго сидеть. Ладно, да, сейчас у нас еще время. Ну, ты понял, Вячеслав, вообще в чем проблема? Ну, я понял. Тут понятно все. Понятно. Перешенный вопрос. Давайте помолимся. Помолимся. Тут Господь только может сделать уже. Понятные дела. Хотя благодарю, что вышли. Надо вопрос разрешать. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Милосердный Господь. Узри, Господи, на наши немощи. И посмотри на наши болезни. Господи. Яви силу Духа Твоего Святого. Открой те наши согрешения, которые мы за собой не замечаем. Господи, Ты знаешь, что мы перед Тобой все предстоим. Каждый молится Тебе и просит Тебя. Господи, помоги решить этот вопрос. Помоги. Потому что не должно быть разделений по Слову Твоему. Мы знаем, что... Как узнать, что мы Твои ученики. Что будем иметь любовь друг с другом. Господи, молю Тебя. Если кто не прав, тому дай сознание. Господи. Если кто прав, тому дай больше любви. Господи, покрыть немощи ближнего своего. Ибо написано. Носите немощи друг друга. И так исполните закон Христов. Господи, дай нам понести эти немощи. Ведь мы, нижу собой, братья, Ты нас соединил. Ты нас, Господи, принял в святом крещении Твоем. Искупил наши грехи. И мы не можем уже разделяться. Мы являемся членами одного тела Твоего. Церкви Твоей, Господи. Дай нам снисходительнее относиться к друг другу. И если кто из нас согрешил тяжко перед Тобою. Помолицам святых и Пресвятой Девы Богородицы Твоей. Нашего наставника Игнатия Тихоновича. Прости, Господи, нам и помилуй, и благослови. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну вот, мы помолились. Даже какое-то облегчение на сердце. Не почувствую? Ну сейчас, за языком вообще не следите. Вот реально, только думаешь. Я хороший там, платочек показала. И думаешь, и все, надо опять что-то зацепить человека. Дальше. Говорит Рахиль, говорит, я прощаю. И все, и дальше, ну как же ты могла? Дальше тоже. Елена говорит, говорит дальше. Но все равно, ну вот ты же туда Игнатию отправляешь. То есть все, никуда не деть. Надо друга зацеплять вот так. И как вот в этом крутится. То есть, вот как Бог делает, взять вот так все в комок и забросить? Никак. Игнатий Бричинов говорит, он говорит, мы, говорит, грехи свои должны выбрасывать в подножье белосердия Божьего, в море в это. Не копаться там, кто что. Мы перед Богом, когда даже делаем исповедовательность, копаться не должны. Он говорит, все в подножье милосердия Божьего бросать. Потому что не разберешься. Сатана настолько, ну, настолько все сложно, что не разобраться человеческим тем более разумом. Можно только вот так взять и выбросить, как не бывшее. Вячеслав, у меня Игнатий Тихонович, когда я с ним знакома, у меня только с ним советы и письма, переписки. По любым вопросам я ему пишу. И он знает. Я тоже. Я тоже, поэтому в этом никаких претензий нет. Я это знаю. Я считаю, что мы не должны это распространять. То, что к Игнатию мы направляем, мы все имеем, ну, то есть, это как по умолчанию. Он тебе ответил, вот ты скинула нашу переписку, он тебе ответил на это? Да нет, я не знаю, он вообще тогда был занят. Ничего не ответил. Он не ответил, это 100%. Я более чем уверен, что он не ответил. Уверена в этом. Да я и не просила никакой ответ, ничего. Я просто ему направила, и все. Потому что у него мои письма хранятся в отдельном файле, и мне нечего скрывать. Это у меня единственный человек в мире, кому я могу вообще доверить или что-то писать. Единственный. А вы такое говорите вообще. Это отец, от которого меня родил, ты вообще понимаешь? Да как и меня отец, который меня родил. А ты говоришь, что я нерожденная свыше. Давай этот вопрос выясним. Ну, ты же до сих пор считаешь это. Это мой отец, духовный отец. А ты мне говоришь, что я мертвая, понимаешь? Ты это можешь понять? Я тебе сказала, мертвая? Да. Если я нерожденная, значит, я мертвая. Пойми ты это. Пойми ты обрекаешь меня на вечные муки. Еще раз говорю. Когда ты это говоришь. Пойми, как ты больно делаешь. Мне, Рахиле, любому другому. Когда ты говоришь, что эти люди нерожденные. Пойми ты это. Прочувствуй. Ты обсуждаешь, Наталья. Перестань. Это наш отец. Он нас родил. Понимаешь? Мы родились от воды и дуга. И когда ты говоришь, что вот этот нерожденный, этот нерожденный. Это больно. Это раны, которые действительно кровоточат. И ты этого не понимаешь, не чувствуешь, что ли. Мы же сестры. Ты говоришь, мы сестры. И продолжаешь утверждать, что нерожденный, нерожденный, нерожденный. Понимаешь? Нерожденный, значит, мертвый. Мертвый. Пойми это. Прочувствуй это. И все. И давайте на этом закончим. Давайте. Я прошу у всех прощения за все, что я говорила когда-то, что я делала когда-то, скидывала кому-то, подумала о чем-то, о плохом, что-то пожелала. Я за все прошу прощения. Искренне меня простите. Я надеюсь, меня Господь вразумит, что Игнать Тихонович правильно говорит, надо молчать. Да, надо молчать, надо молчать. И нам всем нужно молчать. Но опять же, мы не можем молчать. Почему? Потому что мы должны общаться. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда мы ходим во свете, как Он во свете, и имеем общение друг с другом. Мы же не можем молчать. Мы должны общаться. Ну вот мы пообщались сейчас, все выяснили, кто что кому сказал. И за все, я надеюсь, мы просим друг у друга прощения. И если даже мы что-то думаем, то не надо это говорить. Молчание золото. Вот когда занятия идут, и братья одни говорят, а сестры молчат и пишут в чат. Вот это идеальное занятие. Ну, может, там пару фраз сказать каких-то. Пару фраз – это буквально несколько слов. И все. Братья должны. Нам нужно братьев поднимать. Нам нужно их вдохновлять. Нам нужно, чтобы они у нас впереди нас шли. А мы что? Можно я скажу? Ко мне уже мир пришел. Наталья отвечает так четко. Иногда такие хорошие вопросы задает. Я радовалась за нее искренне. И мне хотелось даже опять возобновить. Ну вот смотри, как мне это не давало. Все, все, все. Так, я тоже читаю. Я читаю. Она вот, все, что она мне говорит, я тоже вот иной раз думаю, надо же это вот. Там какие-то вопросы скидывают. Я читаю. Ну, смотрю, много скидывают. Я говорю, ну, это же невозможно прочитать. Потом, нет, надо прочитать. О, тут интересно, тут интересно. Ролики смотрю, которые она сбрасывает. Ну, не все, конечно, как бы там есть возможность. Поэтому нету никакой ни обиды, ни негатива к тебе, Наталья. Если ты что-то вот чувствуешь, это нету этого. Есть вот любовь. Радость за тебя, искренне. Ну, конечно. Потому что, ну, это все равно, ну, в одном духе находится. Сейчас я чувствую, что ты молодая. Ну, тоже так. Тимофей тоже был любимый ученик Христа, молодой. И апостол Павел, давай не зазирать его, не смотреть, что он молод. После тебя все будет хорошо. Конечно, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Помните советское прошлое. Поэтому пусть у нас молодые вперед идут, но они идут делами, а не словами. Ну, больше делами, чем словами. Вот. И все. И поддерживать надо друг друга. Ну, не захваливать там, не, как сказать, не... Сестры, я сейчас отключусь. Я хочу сказать одно. Я взяла для себя урок. Есть момент, когда Игнатий Тихонович вообще замолчал на три года. Так что, если я буду молчать и ничего не писать, вы не думайте, что я обиделась. Я просто поняла, что надо просто замолчать. Не надо молчать. Я отхожу. Давай, с Богом. С Богом. Все. С Богом, Рахилюшка. С Богом, Вячеслав. Вячеслав, благотворю тебя. С Богом, дорогие сестры. Во всем и везде Христос, любовь, мир. И давайте плоды Духа все-таки показывать, а не рассказывать о них. С Богом, с Богом. Бояться не надо таких разговоров, потому что без них никак. Они разрешают, надо, видишь, копиться, куда-то уходят. Они никуда не уходят в итоге. В том-то весь и вопрос, что никуда не уходят. Ну, понимаете, выяснили. Пока так не выскажешь. Ну, выговори же написано, выговори ему. Не просто же написано, а выговори. Выговорить надо. Действительно. Но надо и простить. И вот тут-то и рождение свыше и познается. Не там, потому что ошибаться-то может человек. Я вот сегодня писал там большое сообщение. Когда там сегодня с утра-то было вот эти сообщения. Я вот такое сообщение и Игнатию вначале сбросил на проверку. Выводи. Тут надо выводить в данном случае. Я не сбрашивал это сообщение. Оно там как раз-таки заключалось в том, что рожденный от Бога, не безошибочный. Вот в чем вопрос-то. Не безошибочный. О чем речь? Вот об этом речь. И он не обязательно одинаковый. Они будут все. У каждого написано член, у каждого сосуда свое применение. У каждого. У всех по-разному. Вот допустим, у нас, которая молится Валентина. Так, как Валентина же ее зовут? Хапилина. Хапилина, да. Она молится каждый раз постоянно. Каждые два часа звонит и молится. Это ее дар такой. У нее. Ей это поручено. Мне вот это, я такое постоянство ей не могу. Не дано. У меня другое. У других другое. У третьих третье. И возникают конфликты, когда мы начинаем по себе судить другого. По себе. Что вот если у меня так точно, то и... А Игнатий на самом деле так не судит. Он не говорит им. Он знает, что у каждого свое применение. Хотя он говорит, подражайте мне, но он говорит это в добродетели, а не в том, чтобы там во всем, в чем он там делает. Так и здесь. Мы же так же должны рассуждать. Точно так же. Я так и рассуждаю. Только так. Я помню Сергей Пупков когда был, помните? Он иногда задает вопросы такие глупые, как бы кажется. А в итоге раскрывается, что много людей не знают этот вопрос, и мы его разбираем. А там дальше глубже и глубже. То есть Бог так сделал, чтобы он не знал, чтобы другие узнали. А я вот веду сейчас занятия, я не знаю, что другие не знают. Это вообще. Я никогда не встречался с такой проблемой. Я не знаю, что другие не знают. То есть я читаю, и мне смысл в голову входит автоматически. Я не знаю, какой он мне входит. Я даже объяснить не могу. Я до этого, когда год назад, два точнее, я когда занятия вел, мне было понятно, что люди не знают. Я легко распределялся. А сейчас я читаю, и мне все понятно, и я не знаю, что сказать. Мне закрыто это просто становится. Мне нужно, чтобы кто-то говорил. А если я не веду занятия слушаю, то мне понятно, почему-то что сказать. А когда я веду, ничего не понятно. Точнее, я все понимаю, и не могу сказать, о чем тут сконцентрироваться, на чем. Непонятно. Вообще, для меня как искушение это. Я себе вывожу. Что людям непонятно тут? Ощущение, что все понятно. Но только попадаю я в общество, не вас, другое, то у меня мгновенно просыпается все. То есть я сразу знаю, что людям непонятно. А здесь братья, видать, уже все знают на самом деле. Все сестры. И тебе ничего не надо объяснять. Вот так. У всех разные сосуды. Это проходим, это проходим, это проходим, это мы уже знаем, это мы уже тоже знаем. Давайте быстрее пройдем, и я сейчас наткнусь на то, что я еще не познаю. Ну, а Наталья эмоциональная она. Она так же, вот видно, раз, у нее эмоции пошли, вот как только включается эта эмоция, дальше идет неконтролируемая. Вот прям видно. Только она держит эмоции, но только, все, дальше неконтролируемая. Ну, это, видать, женское. Но мы должны, я говорю, мы должны прощать, вот именно вот эти вот все прощать, что сказал, сразу простил, сказал, простил. Как вот Рахиль говорит, на молодость списываем, на старость списываем, еще на что-то списываем. И оно на душе-то легко. И тебе легко его и любить, этого человека, и все. Но мы хотим изменить, да, вот это желание изменить другого человека. Почему он такой? Пусть он срочно поменяется. Пусть он будет вот таким вот. А надо принимать людей такими, какие они есть. И вот я говорю, молчание, действительно, ну, стараться, вот, не... Ну, изменять, вот, это два разных тоже случаев изменять. Допустим, изменяешь ты после молитвы. То есть, конкретно вопрошаешь Бога, пока тебе Бог не положит носиться, как ты будешь его изменять. И другое дело, просто под действием чувства начинаешь. Хочешь правильное исправление, ну, то есть, ты правильно понимаешь, что надо изменить, ты думаешь так. И ты просто под действием чуши, просто доверяешься то, что тебе на ум кладется в данный момент. И вот тут можно дров наломать. Нормально так. Хотя и тут тоже бывает интуитивно правильно много чего. То есть, видишь, какой-то баланс. Я когда это понял, я сразу Игнать Тихонычу все стал спрашивать у него. Потому что я понял, что там можно поверить настолько, что ты рожден... Понимаешь, вот такое дело. Ты примешь и подумаешь, что это от святого духа. Если назовешь так, то потом назад тяжело будет отставать. Поэтому лучше не говорить даже. Мы как, надо сказать, как люди, мы можем ошибаться. Я и не могу много говорить. Надо прощать. Не могу говорить. А самое интересное, когда ты вот так вот все выскажешь, потом уже у тебя даже нет ни желания, ничего, вот туда-обратно не хочешь. Уже не-не-не-не, все. Все уже. Это хорошо. Да, высказываться надо обязательно. Я что, не знаю. У меня с отцом. Если мы с отцом начинаем спорить, то вся улица слышит. Вся улица. Весь дом гремит. Мы громкие, оба с ним. И прям... И всегда, каждый раз заканчивается, что мы обнимаем. То есть мы ни разу не поссорились. Ни разу. То есть мы на таких тонах, что любой скажет, что мы чуть... Ну, все, мы ссоримся. Но мы реально не ссоримся. Мы так с ним спорим просто очень сильно. Но я всегда жалею. Я думаю, в следующий раз я никогда так не буду. И как только он приходит, как только что-то мы касается, все. И я не могу это назвать, кроме как беснование. Потому что... А как ты? Если ты не контролируешь себя, это беснование. По-другому нельзя это назвать. То есть я не могу себя в данный момент контролировать. Когда что-то... Вот мы сходимся, и мы все, пошло. Не могу. То есть и он не может. И как зацепились, пошли. Но всегда все залечивается. Обнимаемся. Мы все, целуемся. И всегда. До следующего раза, как говорится. Если-то везде, кругом они нам не дадут расслабиться. Если мы расслабимся, мы уже такие, ой, мы святые. Ума не падных ум, да, и все. Вот именно. Поэтому, да. Там что только, если брать, что я там сказал, когда... Или он мне сказал в момент, когда это... Ох, это вообще, если бы мы за это другу. Это все. Была бы смертная просто. Ну, такого бывает. Я-то вообще согрешаю в десятикратных. Я нарушаю, получается, пятую заповедь. Как бы выходит по словам. Но я знаю, что внутри ничего у меня нет этого. Да, да. Внутри нету. Вот это слова просто. И ты даже иной раз смысла не понимаешь. Да, и ничего не вкладываешь. Просто вот несет вот этот поток, и все. А потом очнулся. Ой, а что я наговорил? Поэтому я говорю, не надо никогда словам не придавать никакого смысла. Это просто слова. Так же вот как вот Рахили сейчас говорит. Это слова она сказала. Это просто слова. Нет там никакого смысла. Когда ты говоришь, тоже просто слова. Все. Сейчас вот за все наши слова надо эпитемию себе наложить. И пост, и молитву со следующей недели. Ой, ну ладно. Да. Написано же, что язык может обуздать. То есть это человек совершенный только. Совершенный. Мы тут совершенным. Вот Игнатий Тихонович можем к нему только отнести. И как он обузывает свой язык, это вообще что-то. Порой не скажет. Ему скажешь. Я помню, как ты ему сказал. Я говорю, вы посмотрите, в чем я не прав. Там. Он говорит. Он говорит. Ну раз сам спросил, то давай получай. И тогда он мне как выдал. То есть он все видел, что я в чем не прав, но не говорил мне. Вот в чем вопрос. И когда я ему сказал, он мне говорит. Ну раз спросил сам. Держи, фашист. Держи. Держи. Я думаю, я бы в сто раз сказал, если бы я видел-то. То есть насколько у него сдержанность эта большая. Вот это. Ничего же. Все. И радость, и радостный всегда. Нам есть с чем кому подражать. Я-то расскажу о хитрости-то. Вот с чего все началось-то. Наталья вот когда скинула. Ну я тоже молчать, 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 молчать. Но я вижу, что все накапливается. Что, ну, есть что-то там. И я решила ва-банк пойти. И ответить вот именно на ее вот этот вот ролик-то. Ответить. Я знала, что будет после этого. Вот. Я была готова к этому. И я вот, я и хотела, чтобы все выплеснулось. Оно еще будет дальше. То есть отголоски сейчас будут еще какие-то мелкие детали. Но это все, как сказать, мы сейчас должны отполировать это все. И настолько уже опротивить друг другу, ну, самому себе, да, что чую я в этом во всем. Копаюсь, ковыряюсь. И все. И только оно все пройдет. Сказать, что вот свидетели Иеговы, да, вот у нас так было. Когда я там, я три года там вот самое большее как пробег была. Там братья с сестрами, когда претензии есть, один на один. Нет никакого видика, нет никакой записи. Все. Они поговорили, никто ничего не знает, да, что они поссорились или что. А у нас вот это все выносится. Это что-то мне тоже не очень-то нравится. Не именно только со мной, да, вот, допустим, а с другими. Я говорю, что оно, когда уже вынеслось, до этого-то там все как раз-таки решалось отдельно. А уже вынеслось. До этого-то все гнило, там гной-то вот этот вот. И он уже метастазы, уже все, понимаешь. Вот рак уже четвертой степени. Поэтому, это вскрыл гнойничок, он раз и все зажило. Видите, в чем проблема? Да, что дело в том, что если ты внушишь себе, что ты не грешишь, то когда ты кого-то обижен, ты будешь говорить, да я не обижен. Вот в чем вопрос-то. Тут отрежу смотреть. А стакан воды, да? Да. В том-то весь вопрос, что... Дело в том, что надо понимать, что в том оно отражается. У нас тело, и у нас то же самое осталось. Производство страстей, оно осталось то же самое. Рождение свыше изменяет волю человека. То, что когда он как с этим обращается. Иначе бы зачем апостол Павел говорит, смиряю порабощать тело мое, дабы проповедую. Зачем было бы смирять и порабощать тело, если бы ты просто все как ангел просто ходишь. А тело ты его перекормишь, оно у тебя обидчивое становится или гордое. Просто даже на молитвы видно это. Встаешь на молитву, легко молишься, переешь, тяжело молятся. Почему? Гордое тело. Оно тебе мысли, душа сразу этой гордости позволяет. То есть беспечно, ненужное уже это все. Бог не нужен становится. Так и здесь. Вот с этими. То есть ты даже, оно так просто реагирует тело. И ты если просто вовремя это не увидишь. Не то, что метку на нее не повесишь, что это не от Бога вот это у тебя. Ну то, что идет. То оно так и дальше развивается и гниет. Да. Надо понимать, что мы склонны к этому. Мы по человеческой слабости. У нас это есть. Рожденный ты от Бога, нерожденный ты от Бога. Отличие только в том, что рожденный от Бога это истребляет. То есть он идет, и когда ему брат укажет или еще что-то, он будет думать об этом, молиться. И то есть он истребляет дальше, пошел дальше. Но когда это бывает же, иначе зачем-то вскрывать это, зачем-то Бог говорил там, здесь там кто согрешит против себя брат. Но брат же согрешит получается. Зачем бы это все было? Исповедь зачем была? Именно вот это все и разрешается. Неправильное понимание рождения свыше и этого, рожденного от Бога не грешит. Когда Игнатий, мы понимаем, это именно сознательно он не грешит. Сознательно. А тут же это явно бессознательно. Явно все тут, которые мы, вопросы, это на самом деле бессознательные грехи. То есть ты хотела ее исправить, это хорошее дело, допустим. Она хотела тебя исправить, хорошее дело. Тут Рахиль, она тут поняла неправильно. То есть здесь вот именно надо смотреть. Цель. Я всегда цель смотрю. Я смотрю, что у всех сестер, вот у Елены, у Натали, по отношению к этой беседе, я цели вижу. У них вот у всех цели божественные, цели. А реализация, я смотрю, интерпретация не божественная. В итоге. Это одна. Нужно признавать. Ну вот то, что ты сказал, это нужно признать. И признать это именно вот перед другим. Перед самим собой-то это понятно. Еще и перед другим. Это же тяжело. Ну ничего. Тогда уже, видишь, доходит до того, что встревают уже другие люди. А это еще стыднее потом признавать. А уже, ну можно. Ну то есть, хотя, деваться уже некуда. Иначе будешь как отпирающийся, понимаешь? Тоже не очень. Выглядит как будет человек, когда ему явно уже, там, Игнатий, к примеру, что-нибудь говорит. Да, или братья. А ты все упираешься. Тут уже идет вот этот момент, что человек думает, ну даже тоже действительно, как я выглядеть-то буду. Надо признать. Но если действительно, потому что бывает, когда сто процентов ситуация человека, вот допустим, но это внешние, внутренние, это другой вопрос. Допустим, внешние на человека нападают, но явно неверующие. Вот как царабрятся. На Игнатия нападают. Они совершенно плотские неверующие люди вообще. У них от веры ничего нет, это привидно, неблаговестие. А у нас все благовестием занимаются. Здесь участвуют, Библию знают. Здесь никак нельзя не отнестись, когда тебе какое-то дело, претензию, какой-то человек, что-то нельзя сказать, что он там вообще плотской, там и там все, его нельзя слушать, ничего. Тут нельзя, потому что это братья уже идут. Это категория другая. Вот это, когда смешивается, тоже неправильно получается. Надо все время еще. Я, наверное, решил неправильно, когда я с Игнатия Тихновича брал пример, а он, но не соотнося с ситуацией, в какой он это делал, тоже это надо иметь в виду. Все одно дело, ты молишься, допустим, с баптистом, чтобы его, то есть, когда ты молишься, да, ты, он говорит правильно молитву, отче наш, и ты скажешь аминь. Другое дело, ты ходишь просто туда молиться к ним. Третье, ты когда ходишь, ходишь туда, чтобы молишься, и, ну, ты там для того, чтобы обратить их в православие, это разные все варианты. А выглядит как одно, пошел человек, помолился там с ними. У нас, видишь, у нас еще желание, да, все, вот это, ну, быть, как бы выше, выше расти там, и вот, вот я расту, вот я это. И вроде как ты справился с этим грехом, ну, и ты чувствуешь, что нету его, а на самом-то деле он где-то и есть. Вот опять же, вот признать, да, себя. Вот это вот все время надо ощущать, что я где-то могу ошибаться, все время себе говорить. Я где-то могу не прав. И когда с другим человеком ты общаешься, все время это в голове держишь. Ой, слушай, я, действительно, может быть, ну, что-то где-то, все. Это когда держишь в голове, а то вот, я всегда права, да, и все, я прав, и ты никогда не услышишь никого другого, который тебе будет. Это все мы этим грешим, я этим постоянно грешу. Ну, как не прав, мне вроде все, ну, где-то что-то, а, ну, да. Поэтому у нас молитва, почему и надо молиться постоянно и обращаться с советом к более духовным людям, потому что никак-то иначе, никак. Так, чаще обращайтесь, вот чаще, Рахиль, ты чаще пиши Игнатию Тихоновичу, скажи, вот у меня такие мысли, ты напиши, и он тебе скажет в ответ. Потому что, ну, по-другому никак. Я точно знаю, что даже если пока Игнатий Тихонович здесь есть, Бог так делает, чтобы и нам дает заблуждения такие, чтобы мы обращались и привыкли, и тем самым гордость свою преуменьшили через обращение. А себе мы правильно, чтобы разумели. Пока он жив, у нас будут заблуждения, которые мы можем решать через него. И баланс надо всегда соблюдать, баланс. Вот. То есть, если я где-то прям шибко, шибко много поработал, значит, надо, надо где-то себя в чем-то ограничить. То есть, вот эти, как я говорю, мини-эпидемии себе накладывать. Ой, я уже, я прям вот, я там, 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 все. Потом так, ну-ка, обрывь, себя сразу раз, опускаешь. Так, 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 не превозносись. То есть, вот себе вот эту вот верхушку срезать, срезать, не превозносить. Будь прочим. Поэтому святые такое учение сделали. Они-то знают много чего вот этого. Ну ладно. Учение о смирении. Ладно, у вас поздно уже. Ладно, сестры, давайте с Богом. Христос воскресе. С Богом спаси Христос. Мы захлестим. Да. Слава Богу. Слава Богу.